В традиционном чемпионате по рукопашному бою принимают участие сильнейшие бойцы-представители ведомств, членов ВФСО «Динамо» Брестской области. Каждый год выявляют лучших представителей спорта, которые, к слову, достойно представляют Брещену на уровне Беларуси. Соревнования нынешние собрали в одном месте немало чемпионов прошлых лет. Несложно догадаться, какой насыщенной стала борьба. Михаил Матяц в спорте более семи лет. Пристрастие к нему передалось от отца. Будучи сотрудником МЧС, он не забывает о регулярных тренировках. Результаты высокие, он показывал неоднократно. Выходные дни провожу с пользой для своего организма на тренировках. Хорошо, в вашем городском отделе почти зачастую ситуацию. Много людей, которые занимаются именно этим? В принципе, в составе сборного управления Брестского областного управления МЧС пять человек из города Брановичей. И приехать, к сожалению, с могильными все. Занимаются у нас этим видом спорта много. И в принципе, в Брановичах очень хорошие школы борьбы, самбо, рукопашного боя, бокса. Поэтому мы показываем всегда достойные результаты. Быть первым – это не воля случая, а упорная работа над собой. Михаил Матяс, на счету которого немало поединков с серьезными соперниками, знает, каким трудом достаются победы. Сотрудник МЧС верен своему делу и спорту. Для представителей этой структуры физическая подготовка – одно из первостепенных условий успеха. Тут спорт должен стать превыше всего, потому что не буду говорить про себя. Моя работа не связана с ликвидацией чрезвычайных ситуаций. Но 90% наших работников, они так или иначе связаны со спортом, потому что даже вынести человека из горящего дома, для этого тоже надо, как минимум, неплохая физическая подготовка. Забежать на какой-нибудь девятый этаж с огнетушителями и с аппаратом. Нужны там воздухи, которые весят, как минимум, аппарат весят 15 килограмм огнетушителей по 10 килограмм. Для этого тоже нужна хорошая физическая подготовка. О том, каков путь на пьедестал почета, знает не понаслышке военнослужащий Андрей Деменчук. Боец, за плечами которого немало достижений, перед соревнованиями никогда не расслабляется. Даже опыт, по мнению спортсмена, не дает гарантии на победу. Ежедневная работа над собой, только мы принципу следует участник чемпионата. Для меня каждое соревнование – это очень серьезно. Подхожу очень ответственно. Готовлюсь, так как уровень соперников с каждым годом растет, растет. Никто не спит, все тренируются. В чемпионате по рукопашному бою участники выступали в семи весовых категориях. Порядка 80 представителей силовых структур Брещины остаивали честь своих ведомств. Практически все силовые ведомства, которые входят в общество «Динамо», присутствуют, выставили команды на данный чемпионат. Основными фаворитами являются эта команда УВД Брестского областного кома, войсковой части 2187 органов пограничной службы и Брестского областного МЧС. В упорной борьбе первое общекомандное место в этом году завоевала команда Брестского областного УМЧС. На втором оказала сборную УВД Брестского областного полкома. Итоги подводились и в личных зачетах. К слову, наш герой Михаил Матя стал лучшим в своей весовой категории. Данный старт – промежуточный для подготовки спортсменов к соревнованиям на уровне ведомств. Далее их ожидает республиканский турнир. Данный вид является служенным прикладным видом спорта и способствует выполнению оперативно-служебных задач. Поэтому на этот чемпионат сотрудники едут с удовольствием и выступают на данном чемпионате с энтузиазмом.